Друзья, всем привет! С вами снова я, Юля, и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. В этом видео я хочу показать вам простое исполнение маникюра, но в то же время эффект. Если вам надоело аннообразие, постоянно красить ногти одним лаком, то я хочу предложить вам интересное решение. Сейчас как раз настала осень, в природе можно встретить такие цвета, как золотой, оранжевый, желтый, красный, бордовый, немного зеленый, а может быть даже голубой. И поэтому маникюр сегодня будет, конечно же, с такими цветами. Как раз в каталоге Faberlic появились новые оттенки лаков с очень красивыми названиями, это золотая листва и стильные хаки. Также для создания сегодняшнего маникюра мне понадобятся наклейки с леопардовым принтом. Это также новинка в каталоге Faberlic, я вот их совсем недавно получила в этом заказе. Вообще мне очень нравятся подобные наклейки, они позволяют буквально за короткое время добиться эффектного маникюра. Также лак держится очень долго за счет того, что мы покрываем ногтевую пластину, собственно говоря, этой пленочкой, сверху покрываем закрепителем. Маникюр с такими наклейками когда-то у меня держался целую неделю. Если появлялись сколы, то я буквально чуть-чуть подкрашивала, но красота на ногтях оставалась долгое время. И чтобы не получилось наляпистости, все ногти декорировать наклейками я не буду. Два ноготка я покрашу другим лаком, в общем, дальше вы все сами увидите. Я уже нанесла белый лак на ногти в один слой, если ваш лак. Так же, как и мой полосит, то ничего страшного, под наклейками это заметно не будет. Дальше я возьму лак Хаки и покрою им мизинец. У этого лака удобная плоская широкая кисть, благодаря этому он наносится очень равномерно и легко. И следующий. Как вы можете заметить, в один слой этот лак не дает плотного покрытия, поэтому я буду делать еще один слой. А тем временем я подготовлю наклейки. Сзади вы можете увидеть такую инструкцию, способ применения. Открываем нашу упаковочку. Страсть дайте так аккуратно, чтобы не повредить покрытие. Что у нас здесь? Вот так вот, собственно говоря, и выглядят эти наклейки. Я уже взяла маникюрные ножнички. И теперь я буду вырезать наклейки под размер своих ногтей. Соответственно, это наклейки для больших ногтей. И посмотрите, какие они огромные. Я думаю, что подойдут на любые ногти. Это наклейки уже для остальных. Вот что должно получиться. Три наклейки на одну руку и на другую. В емкость я уже набрала теплую воду и начну, пожалуй, с вот этого вот пальчика. Захватываю пинцетом наклейку. Окунаю водичку. Где-то на 10-15 секунд. Вы сами увидите, когда пленочка начнет отделяться. Ждем. Потом пальчиком вот так вот отодвигаем. Видите, пленочка отделяется. Берем ее пинцетом и прикладываем на ноготь. Придавливаем сверху пальчиком, выравниваем. Наклейку можно двигать. Далее я беру салфетку и убираю остатки влаги. Точно же так делаем и с остальными ногтями. Теперь я беру пилочку. Если где-то вылезла пленка, то просто аккуратно вот такими вот движениями ее убираю. Теперь, чтобы наши наклейки никуда не съехали, я покрываю ногти вот таким вот прозрачным закрепителем. У меня от Faberlic. У него также удобная такая широкая кисточка. Старайтесь нанести лак так, чтобы вы делали минимум движений, буквально два движения, потому что наклейка может размазаться. Раз и два. Также не забываем закрепить кончик ногтя, чтобы маникюр держался дольше. И следующим этапом будет покрытие ногтей цветом хаки и золотым. Наношу на мизинчик еще один слой. И мы сразу можем видеть, что оттенок уже не прозрачный, он очень красивый и насыщенный. Теперь пришло время лака золотая листва. У него на самом деле консистенция не такая вот плотная, насыщенная, золотая, как в тюбике. Это можно сказать прозрачный лак с золотистым шиммером. И для того, чтобы был виден такой яркий золотой эффект, я наношу его на какой-то темный лак. В моем случае это цвет хаки. И только так получится красивый оттенок. Вот, смотрите. Теперь хочу применить один интересный лайфхак. Если у вас нету дотса и вы хотите поставить красивые капельки, то это сделать вы можете с помощью такой вот обычной шпильки. Все, что нам нужно, это набрать на шпильку достаточное количество лака. И ставим аккуратную капельку. Одну и вторую. Девочки, вот такой вот у меня получился маникюр. Мне эта задумка очень нравится. Действительно, он получился таким осенним, в теплых золотистых тонах. И если вам понравилась эта идея, то ставьте лайк. А артикулы на новые лаки от Faberlic я оставлю внизу под видео. И там же вы найдете ссылку на текущий каталог. На этом буду заканчивать свое видео. С вами была Юля. До встречи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok